Аселя, расскажите об изменениях, которые произошли в законе об адвокатской деятельности и юридической помощи. Ну, прежде всего, хотелось бы отметить самое главное изменение, которое произошло непосредственно в нашем законе, это то, что теперь участие адвокатов, гарантированное государством, юридической помощи организуется посредством информационной системы. То есть, если ранее у нас адвокаты направлялись на следственные действия непосредственно через координатор, то есть по телефонному звонку, то теперь же есть у нас информационная система, которая обеспечивает пригласить адвоката непосредственно через информационную систему, минуя координатора, то есть следователь напрямую сам связывается с адвокатом и вызывает его для участия в следственных действиях. Вот это является у нас одним из главных изменений в законе. Кроме того, у нас появилось такое изменение, которое касается непосредственно претендентов, которые хотят стать адвокатом. То есть ранее были такие условия, то есть адвокатом у нас не мог стать человек, который, допустим, был уволен по отрицательным мотивам с государственной, воинской, а также службы из органов прокуратуры, и срок после освобождения по отрицательным мотивам мог достигать одного года. То есть в течение года такой человек не мог стать адвокатом. Теперь по новой редакции у нас этот срок ужесточили, и теперь нужно подождать, допустим, три года для того, чтобы человек, который, как я говорила, был уволен по отрицательным мотивам, мог претендовать на занятие адвокатской деятельностью. Хотелось бы узнать о нововведениях. Что изменилось в уголовном процессе? У нас в уголовном процессе в 2021 году тоже произошли изменения, о которых бы хотелось рассказать. Так, у нас в сентябре 2020 года в послании народу Казахстана главу государства был дан ряд поручений, непосредственно, которые направлены на совершенствование отдельных аспектов законодательства. И как раз-таки результатом таких поручений стало исполнение и принятие в 2020 году в декабре закона о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан. Так, согласно данного закона, в начале 2021 года у нас вводится ограничение для государственных служащих, депутатов, а также судей, именно хранение наличных денежных средств, ценностей в иностранных банках, ну то есть для прозрачности, скажем так. Кроме того, с января 2021 года внедрена у нас трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий. То есть теперь у нас прокурор будет согласовать ключевые процессуальные решения, которые затрагивают конституционные права участников уголовного процесса. То есть ранее у нас следователь самостоятельно выносил постановление о признании подозреваемым, ознакомливал с данным постановлением защитника и самого подозреваемого. Теперь, допустим, для того, чтобы произвести данную процедуру, обязательно необходимо после составления данного постановления согласовать его с прокурором города Петропавловска. И это же касается постановления о квалификации деяния подозреваемого. Тут такая же процедура, то есть теперь обязательно это все должно производиться с непосредственным участием прокурора. То есть он согласовывает и уже после согласования у нас идет ознакомление данного постановления с участниками процесса. Для чего это сделано? Вообще это сделано для того, чтобы впоследствии, если какие-то есть недочеты, либо нарушения конституционных прав, чтобы прокурор мог сразу на корню пресечь эти нарушения. То есть чтобы не создавать потом лишнюю работу и следовать улей прокурору. То есть здесь уже сразу идет контроль за вынесенными процессуальными документами. Для упрощения процедуры? Для упрощения процедуры, да, можно так сказать. Вот интересно узнать, за какие нарушения ужесточили ответственность? Вообще у нас, конечно, в последнее время происходит очень много резонансных преступлений. В результате, опять-таки, исполнения поручений президента Республики Казахстан, которые были озвучены в послании народу Казахстана, у нас была ужесточена ответственность за ряд преступлений. В эти преступления у нас ходят сексуальное насилие, педофилия, распространение наркотиков, организованная преступная группа. Кроме того, это коррупционные преступления, торговля людьми, браконьерство, а также, конечно, нельзя оставить без внимания бытовое насилие против женщин. Именно в ряде этих преступлений была ужесточена ответственность. Вы говорили, что за коррупционные нарушения была ужесточена ответственность. Можно подробнее раскрыть? Главным нововведением, которое у нас предусмотрено вступившим в законную силу законом от 19 декабря 2020 года, стало также усиление защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействии коррупции. Конечно, нельзя не отметить тот факт, что у нас теперь введен запрет на условно-досрочное освобождение для лиц, которые были осуждены за коррупционные преступления. Исключение установлено для некоторых лиц, которые были осуждены за такие преступления, и к ним относятся беременные женщины, женщины, у которых на иждивение имеются малолетние дети, мужчины, которые в одиночку воспитывают малолетних детей, женщины старше 58 лет, а также мужчины старше 63 лет. Кроме того, в эту категорию входят у нас граждане, которые являются инвалидами первой и второй группы, а также лица, которые выполнили все условия операционного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, я хочу отметить, что данный закон ужесточает наказание за дачу взятки, то есть ранний диапазон возможного штрафа был от 10 до 20-кратной суммы от суммы взятки. В настоящее время данный диапазон у нас увеличился и стал от 20 до 20-кратной суммы взятки. И возможный срок лишения свободы у нас был увеличен с 3 до 5 лет, то есть именно претерпели изменения санкции статей за коррупционные преступления, то есть ужесточено наказание как по штрафу, так и по лишению свободы. А в вашей практике уже были такие случаи, когда приходилось применять эти нормы? Да, потому что в этом году у меня непосредственно были подзащитные, которые совершали коррупционные преступления, и, конечно, они уже подпадали под действие нового закона. То есть здесь уже сумма штрафа была гораздо выше, нежели это было в том году. И вот если вернуться немножечко назад, были ли у вас тоже ваши практики в этом году, когда приходилось применять нормы закона по ужесточению тех преступлений, которые вы перечисляли, в том числе по насилию и так далее? Ну, именно по тем преступлениям, по которым была ужесточна ответственность, у меня в практике в этом году не было таких дел. Именно вот тот перечень, ну, за исключением только коррупционных преступлений, именно коррупционеры, которых я защищала, они подпадали уже под действие нового закона, и им непосредственно была ужесточена ответственность за совершение таких преступлений. Субтитры создавал DimaTorzok